Музыка Дорогие соотечественники, настала пора поговорить о вещах, которые для нас являются главными, о культуре, о культурном наследии, о культурных традициях. Потому что душа каждого человека, душа каждого народа заключена именно в этой культурной традиции. Большого секрета я вам не скажу. Если скажу, что из Молдаванина никогда не получится немцам, как из китайцев не получится японцам. Каждая национальность, каждая культурная традиция имеет свои особенности. И вот несмотря на обогащение всеми данными современной науки, современных гаджетов, современных вещей, все равно мы привязаны к тому, что эту традицию держит, сохраняет. Я имею в виду устную традицию, и я имею в виду книжную традицию. То есть имею в виду книгу. Потому что книгу ничего заменить не может. Дело не в том, что вот этот, как говорят, устаревший носитель информации. Вот, допустим, у меня в руках замечательная книга Дмитрия Кантемир. Сейчас мы поговорим о том, кто издает такие книги. Но сначала все-таки вот этот главный вопрос. Для чего нужна книга? Да, вот такой вот объем, как эта книга, можно запихать столько гигабайт информации, что ой-ой-ой. И тем не менее, книга нужна. Книга по-прежнему востребована. Международные ярмарки книги, международные конференции, посвященные книге. Книга упорно продолжает жить. Почему? Потому что книга – это особый носитель. Это носитель статусный. Это то, что очень трудно разрушить временем. Потому что, если информация часто сбоит, теряется, ее можно стирать в компьютерах, она подлежит деградации. Книга – это носитель более вечный. Это носитель на века. И вот книга, культура книги, в последнее время подвержена некой эрозии. Как-то принято считать, так зачем мне книга? Вошел в интернет, вошел в электронную библиотеку, нашел все, что мне нужно, и на этом закончили. А нет, не получается. Потому что работа с книгой, вы смотрите, когда вы работаете с экраном, это одно. А когда у вас в руках книга, в которой, как говорила Алиса, и разговоры, и картинки, и вы можете отложить книгу, и вы можете заметки на полях сделать, но самое главное – это аура этой книги. За ней века, за ней тысячелетия человеческой культуры и человеческой традиции. Итак, книга – это очень важно. Так было всегда, так есть сейчас, и так пребудет во веки веков. В нас в гостях сегодня очень, очень, ну и уважаемый человек – издатель. Слово «издатель» сразу все ставит на свои места. Это человек, благодаря которому книга рождается как книга и появляется на свет Божий. Это отец ее родной. Это тот, благодаря кому человеческая память, человеческая традиция, завоевание человечества материализуется в книге. Сергей Эфраимович Эрлих, доктор исторических наук, человек, который всем вам известен своей, я бы так прямо в лоб искал, неподкупной честностью и порядочностью. Этот человек, благодаря ему, его организаторским способностям, усердию, упорству, издано около 40 книг издательством «Нестор. История». Издательство территориально находится в Санкт-Петербурге, но на самом деле издательство – это сам издатель. И вот мы сегодня, мы уже встречались с ним, мы поговорим о том, что издается, для чего издается, почему важно издавать то, что объединяет наши культурные традиции. Мы, я имею в виду культурную традицию российскую, многонациональную, и нашу молдавскую, также многонациональную. Дело в том, что культура – это как раз то место, где территориальная величина, где величина демографическая, особой роли не играют, потому что культура – это прежде всего личность, человек, а он на всех материках и во всех культурах устроен почти одинаково. Сергей Евромич, прошу прощения за такое длинное, но я почему вот подчеркивал книга, книга вот как материальная. Я специалист по кибернетике, математик, логик, именно вот все эти вещи. Но я почему-то могу смело сказать одно. Вот я в своих научных исследованиях и других исследованиях. Я, конечно, пользуюсь интернетом, как говорят, на все сто. Но почему-то вот всякие идеи, мысли, открытия приходили мне в голову, когда я держал в руке книгу. Я вообще по-варварски обхожусь. Я делаю заметки на полях, какие-то пометки. И вот эта работа с книгой являет чудо. Вот из интернета я просто беру информацию. Ага, это, это, понял так, это так, и все на ум положил, и все. А размышлений не получается. А вот открываешь книгу, вот у меня есть четырех том мне Кейнштейна, старое академическое издание. Боже мой, сколько мыслей, сколько идей, сколько понято было, и какие прозрения появлялись при чтении именно книги. Вот я прав, не прав. В чем шарм книги? Прежде всего хотел бы уточнить, что Виктор Иванович сказал, около 40 книг вышло. Это не наше издательство издало, наше издательство издает в год от 300 до 500 наименований книг. Это в программе «Кантимир», которая у нас идет под лозунгом «Благодарная Молдавия братскому народу России». Вот в ней как раз издано, ну я сегодня перед началом передачи специально посчитал. Я понял так, Сергей, что я как бы умолил тебя. Нет, просто это не точно. А ну-ка вспомни, с чего начиналось. Я говорю, Сергей, сколько книг вот таких, я показал именно таких, не старая история, да? Ты говоришь 37. Нет, я сказал программа «Кантимир». А круглым, скажем, 40. А теперь оказывается, что издательство несколько сот издало. В год, нет, в год мы издаем несколько сот книг. Видишь, в год несколько сот книг. Но у нас есть наша любимая программа «Кантимир», которая выходит под лозунгом «Благодарная Молдавия братскому народу России». И вот в ней вышло, я сейчас перед началом передачи посчитал, ровно 37 книг. Именно в рамках этой программы. Теперь у меня тогда более коварный вопрос. Значит, как ты мне объяснил, так я и рассказывал, да? У меня такой вопрос возникает. Программа называется, смотри, издательство «Несторой истории». Что написано? «Санкт-Петербург». Верно? «Санкт-Петербург» И я могу рассказать, как эта программа возникла. Ты сам любил себя называть. Кто я такой? Я молдавский гастарбайтер, доктор исторических наук «Эрлих». Да? Как ты себя называл? Вот объясни, что за чудо ты учидил? Значит, это программа «Кантимир». Она возникла в 2000... Еще раз, она называется, девиз такой, «Благодарная» повторит. «Молдавия братскому...» То есть, не великий русский народ дарит молдавского. Она борется великий молдавский русскому народу. В общем, эта программа возникла в 2005 году, как раз в разгар, вы если помните, там был кризис соотношений между Россией и Молдавией, когда Воронин отказался подписывать соглашение о Приднестровском урегулировании, и там ввели эмбарго молдавских товаров, там вино молдавское перестало идти в Россию и так далее. И вот мы придумали такую программу, чтобы показать, да, вот вы как бы тут на нас разозлились, идете... Вино наше и облаке не принимайте, а мы вам к ней будем. Да, а мы вот наоборот, мы асимметричный ответ. То есть, мы показываем, что мы вас любим, ценим, и эти мелкие политические, что это сегодня они есть, завтра их нету, а отношения между нашими народами, они долговременные, и, так сказать, мы хотим показать, что они очень важны. и вторая подспудная уже была идея, что, ну, тут в Молдавии есть такие люди, которые говорят, знаете, нам ничего русского не надо, это все азиатчина, это там нам вредит, и вообще мы должны про это забыть. То есть, они, ребята, продвинутые, это все осталось. Да, это какая-то осталось. Тостоин. А мы хотим как раз этой программой показать, что русская культура это неотъемлемая часть молдавской культуры. Безусловно. Почему? Потому что это далеко не все знают, но молдаване оказали огромное влияние на формирование европейской русской культуры. Это такие люди, вот как Петру Мавилла, основатель первого русского университета Киево-Могилянской академии. Кстати, слово Могилянское, слово Могила, это его фамилия. По-молдавски Мавилла, по Могиле. Это от его фамилии. Это великий был просветитель. И из этого университета там были воспитаны кадры, которые потом работали с Петром Первым и в дальнейшем. То есть, оказали большое влияние на европеизацию русской культуры. Это, конечно, Мелес Куспатарий, который был... Второй молдаванин. Говорят, он был учителем в юности Петра. Есть, есть. Ну, это неподтвержденно документально. Неподтвержденно, но об этом молва говорит. Есть такие данные. Вот. И это выпускник Пизанского университета, опять же, человек европейского образования, который написал первый русский учебник арифметики, написал, был русским послом в Китае, написал путешествие в Китае, отчет написал. Это тоже ценная... До сих пор книга, которая представляет ценность. То есть, он тоже внес большой вклад. И перевод, знаменитый перевод, вот, что называют Библией Шербана, Шербан – это воевод в Мунтении, говорят, что вот сейчас точно известно, Ветхий Завет, часть переведена именно Николаю Мелеску с Пафарием. Да, вот Виктор Иванович этой темой занимался. Я надеюсь, он про это напишет нам подробно. Там много очень интересных открытий в этой области. Вот. И третье имя, которое мы должны упомянуть, это Дмитрий Кантемир, вот, чью книжку показывали. Это первый русский ученый, член Берлинской академии. И первый молдаванин, член Берлинской академии. Ну да, первый молдаванин. Потому что он же описал, вот как раз у тебя описание... Как раз за эту книжку он и получил. Вот два слова об этом. Да, он как раз именно вот за эту книгу, описание Молдавии, которая на латыни была написана, он как раз и получил звание члена Берлинской академии наук. То есть это первый, я хочу сказать, что это первый русский ученый. То есть в России еще в то время своих ученых не было. Первый молдавский ученый. Вот смотри, вот теперь я понял смысл твоей программы «Нестар история». Мы видим, что развитие науки шло не только, чтобы к темным молдаванам пришли просветленные русские, а мы видим, процесс был взаимобратный. Первым академиком России стал, а именно берлинской, молдаванин Дмитрий Кантемир. Один из видных соратников Петра Великого. То есть получается как? Вначале молдаване... Вольтер ссылался. Вначале молдаване просветили русских, а потом русские пришли просвещать молдаван. Так получается. Я что хотел спросить. Значит, 37 книг. Вот ты, Сергей, принес три. Александр Стурза. «Размышления об учении духи православной церкви». Да. Фамилия Стурза в Молдове, не только в современном политическом обороте, это известно, это фамилии господарей, из родов анариотов, так сказать, это древний и славный род. Вот. Здесь, но это попозже Стурза у нас, Дмитрий Кантемир. Это мы имеем в виду начало 18 века работа. И вот современное издание на русском языке. Это последняя книжка в этой серии. Яна Томаша Гросса. «Золотая жертва». Это о Холокосте. В Польше. Я говорю, я когда читал эту книгу, я остался потрясенным. Мы еще затронем эту тему. Потому что, когда мы говорим о российской культуре, о молдавской культуре, они же многонациональны, мы это все прекрасно понимаем. Вот. Я хотел бы сказать, что еврейскому народу принадлежит огромная заслуга, вот просто поименно, если мы посмотрим, огромная заслуга в просвещении страны, во внедрении передовых технологий не только в медицине, не только в экономике, в финансах, в инженерном деле, но и в области культуры как таковой. Вот, например, нам часто говорят, а, типа, что мы на эту тему можем сказать? А, между прочим, два наших соотечественника получили Оскара не где-нибудь, а в Голливуде, Голливуд это, ну, как суперфабрика и так далее. Один из он ген еврей, а другой еврей из Кишинева. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что мать у меня русская, а отец молдаванин. И поэтому для меня не безразличен незнаменитый Георгий Гамов, суперфизик. Это человек, которому мы обязаны современные эти космологические теории Большого взрыва. Стивен Хокинг, Стивен Хокинг. Нет, ребята, Георгий Гамов, который родился на юге Бессарабии. Много мы о нем знаем. И вот так можно назвать целую массу поляков, евреев, гагаузов, болгар, русских, собственно, наших молдаван, которые прославили эту страну. Но мы об этом не знаем. И мне кажется, что вот эта программа, о которой ты сейчас говоришь, она как раз нас в этом отношении просветляет. Кто мы такие? Посмотри в зеркало другого, чтобы понять, кто ты такой. И теперь, пожалуйста, об издании Дмитрия Кантемира. Я говорю, это уникальное. Дорогие телезрители, поверьте мне, это уникальное издание. Оно имеет и пласт чисто познавательный, и научный. Огромный тут комментарий, анализ поразительный. И это огромный памятник нашего общего культурного наследия. Пожалуйста, Сергей, вот расскажи, что подвигло? Ведь это не дешевое дело, оно трудно окупается. Значит, издание именно этой книжки, оно как раз соответствует названию нашей программы, поэтому, конечно, было очень важно эту книгу издать. И тут надо сказать, что само издание было подготовлено академиком Молдавской академии наук Андрея Мишану. Оно вышло в Румынии. То есть, там был текст Кантемира на латыни, перевод на румынский и комментарии на румынском языке. Нашего соотечественника Ишану. Да, Андрея Ишану. Он подготовил это издание. Это очень важно. То есть, он проделал важную работу. Одну секунду. Чтобы было понятно, о чем говорит Сергей Ефроимович Эрлих, если вы посмотрите сейчас на камеру, вот смотрите, это фоксимильное издание. Что такое? Грубо говоря, фотография исходного текста. Так, как он написан. На языке оригинала. А далее перевод. И вот здесь мы видим блестящий перевод. У нас есть тут на русском языке с комментариями. Комментариями, цены ему нету. Значит, перевод перевод с латинского на русский язык делали российские ученые из института лингвистики Российской Академии Наук. То есть, это совместный проект. А комментарии Ишану, которые были в румынском издании, их переводили уже, естественно, с румынского, тоже ученые Академии Наук. И очень важно, что поддержку, потому что это очень дорогостоящая книга, поддержку оказал Российский гуманитарный фонд научных исследований. То есть, они показали, что для России имя Кантемира, это очень важно, что в России его ценят. И чем это издание отличается от румынского, вот Виктор Иванович уже показывал там фоксимильную часть. То есть, здесь приложено полное фоксимильное воспроизведение рукописи Кантемира, которая, кстати, называется Стурдзовской рукописи. То есть, это следующий наш герой Стурдза. Это из его фонда. Он был владелец. Да, она находится в Одесской библиотеке. То есть, там есть такой фонд Стурдзе. И вот это называется Стурдзовская рукописи. Сохранилось несколько рукописей Кантемира. И получается, это наиболее полное, лучшее рукописи его книги. То есть, написанное рукой самого Кантемира. И честь издания вот этого с переводами на русский язык. То есть, это совместный проект. То есть, получается, что тут и ученые Молдавии, и ученые России. И финансовую поддержку оказал российский гуманитарно-научный фонд. Огромное им за это спасибо. То есть, благодарная Молдавия за счет России. Да, да. Тут все вместе. Прокрамм. Тут как раз вот эта книга, это в полной мере реализация вот этого проекта, значит, сотрудничества именно в культуре, которая наиболее ценна. Сергей, сколько здоровья у тебя издание этой книги отняло? Я бы не сказал, что там, наоборот, издание такой книги, оно, наверное, придает здоровье. То есть, оно придает сил, вдохновляет. Зародило. Да, я бы так сказал. Ну, а вообще, огромный объем. Ну, конечно. Ну, работа сложная. Ты же должен был всех согласовывать, объединять, оркестровать все это. В общем, нет. Ну, в общем, тут не было никаких, между, значит, Ишану и между, значит, российскими авторами, не было, значит, тут никаких. Разногласий. Да. Причем, один из них, кто переводил, это Сухачев, у него мать румынка. Да, он является переводчиком Мирчи или Ади. Ну, работает он в институте лингвистических исследований в Петербурге. А Ильяде сложный автор. Да, да. Тут тоже, видите, как бы и личные, как бы корни, и, так сказать, это все вместе соединилось. люди разных, различных национальностей, этнических происхождений совместно и с большим удовольствием участвовали в этом проекте. Именно это, поэтому ты считаешь, оно не отняло, а добавило тебе здоровья. Ну, вот эта книга, вот тут я уверен, что она останется, именно это издание, потому что она, конечно, выходила не один раз, и она и на русском издавалась, в 70-е, кажется, годы было издание, но именно вот это издание с фоксимильным текстом, оно, конечно, останется в веках. Потому что, в общем, аналога вот этого издания не было, это уникальное издание. Дорогие соотечественники, еще раз подчеркиваю, вот в чем отличие книги, носителя вот такого бумажного от электронного носителя. Книга, очень хорошо вообще о рукописях, сказал Булгаков. Рукописи не горят. И, по-моему, это были слова Воланда. Собыл. Че слова. Итак, переходим к следующей книге. Только что Сергей-то говорил о фонде Стурза, который находится в Одессе. А Стурза отпрыск знаменитой фонариотской династии, которую правили, кстати, не только в Молдове и в Мунтинии. И вот такой у меня вопрос. Значит, как так получилось, что сама рукопись оказалась в Одессе, а, допустим, не в Кишиневе или в Ясах, как это могло бы получиться? Это связано с биографией Стурзы. Его семья была вынуждена бежать от турок в Россию. И он, хоть родился он в Ясах, но образование он уже получал в России, находился на русской службе. Он себя считал, с одной стороны, греком. Это такая, в нем множественная идентичность. Да, сама фамилия. Да, конечно. С одной стороны, он был греческим патриотом. С другой стороны, он не забывал, что он... И по рождению. Да, что он молдаванин, это он тоже не забывал. Он был очень хорошо образованным человеком и обратил внимание Александра Первого. Он был принят в Министерство иностранных дел, а там был в то время министром иностранных дел Каподистрия, так сказать. Другой грек. Это тогдашний Лавров. Да, да. Другой грек. И вот одной из услуг Стурзе является, что когда после победы над Наполеоном была вот эта европейская хартия, которую, так сказать, была принята по инициативе Александра Первого, то ее текст как раз писал Стурзе. И в чем ее специфика? Даже говорят, что это прообраз Евросоюза. То есть Стурзе там, ну, конечно, с подачи Александра Первого. То есть, понятно, что, так сказать, Александр Первого... Интересно, знает ли наш бывший премьер Стурзе о своем родственнике? Я, вверх, не знаю, родственник он его или нет. Это еще тоже вопрос. Потому что, вполне возможно, из его крепостных просто. Тут надо еще выяснять, конечно. В смысле, это Стурзе наш мог быть из крепостных? Ну, мог, да. Мы же давали фамилии Бояр. То есть, не дотягивает явно... Ну, в всяком случае, я могу открыть секрет. Ему предлагали профинансировать издание этой книжки, значит... Стурзе? Да. О своем якобы предке? Видимо, это не его предок, он интереса не проявил, так сказать. То есть, наш Стурзе оказался не достоин своего предка. Ну, не знаю. Копейку пожалел. В общем, не почувствовал, видимо, важности этой книги. Ажеппий, молдовенешник. Я хочу сказать, что про эту книжку, я хочу сказать, что она вышла как раз при финансовой поддержке семьи с такой молдавской фамилией Ивановы. Посмотрите, дорогие состечественники, там можете открыть эту страничку. Посмотрите на эту книгу. Значит, вот мы сейчас говорим, она называется так, «Размышления, обучения и духи православной церкви». Ничего себе! Сама тема, это фундаментальная тема, и теологическая, и общечеловеческая. И вот сейчас Сергей говорит о том, что вот здесь, на первом, так сказать, листе, который предшествует даже титул, не, 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 стоит. Я показываю, он даже предшествует титульному листу. Вот здесь указаны организации, с которыми сотрудничал Сергей Эрлих. И главное, вот именно здесь мы прочитаем о семье Ивановых. Да, благотворители. Николай, Наталья. Значит, наш бывший пример Стурзан, который не нищим уехал в Румынию, пожалел на издание собственного предка книги. А оккупанты Ивановы, значит, взяли и финансировали. Семья, я должен сказать, я и хорошо знаю Николая Иванова, и его сына. Они люди отнюдь не богатые, отнюдь не миллионеры, а просто люди нормальные, которые посчитали, что необходимо помочь. И помогли. Причем с фамилией Ивановы, они считаются молдаванами и молдавскими патриотами. Да, в отличие от нашего Стурза, который попользовался Молдовой, сбежал за границу и пожалел на издание собственного предка. Вот это истинное лицо человека. Не бла-бла-бла, не красивые. Это не ты говоришь, это я говорю. Дорогие соотечественники, вот посмотрите, сколько мы гадостей порой слышим. Вот, понанехали оккупанты. И вот посмотрите, эти оккупанты с нами строили дороги, с нами строили больницы, с нами поднимали эту страну из нищеты, из бед. И эти люди сейчас делают то, что потомки вот этих воеводных князей, жадные, крохоборные, вороватые, отказываются делать. А эти люди делают. Поэтому я считаю их в сто раз большими своими соотечественниками, я, у кого мама русская, отец молдаванин, чем вот эти беглецы за кордон, крохоборы и жлобы. Вот все, что я могу сказать о таких людях. И их у нас, к сожалению, немало. Роства непомнящие. Сергей, следующая книга, которую я хотел бы показать, значит, на экране телевизора, это «Минора». Здесь ровно семь свечей. Это книга о Холокосте. Ее автор – Ян Томаш Гросс. Это человек, который описал Холокост. Мне с точки зрения, как обычно, принято показывать. Майданики, Треблинку, и очень многие лагеря, особенно на территории Польши были эти лагеря. И вот там показано, вот в этой книге, я говорю, я когда читал эту книгу, я ее за ночь прочитал, я остался в Бутученок, сидел, читал, ты был у меня тогда в гостях, оставил книжку, я ее, Дадыр, что называется, перечитал фотографии, пересмотрел. Что меня поражает в этой книге? Меня поражает, во-первых, правда. Это поразительно, как сами поляки говорят о самих себе, потому что там цитаты очень многих поляков. Причем говорят искренне. Часть из них – это честные люди, которые говорят, да, мы каемся. Не только немцы, не только гестаповцы, не только устроители вот всех этих мерзостей, которых, как обычно авторы вот этого окончательного решения под названием «Холокост». Вот. Не только немцы, а оказывается и те люди, обычные крестьяне, обычные обыватели, интеллигенты, тоже участвовали в этом процессе. И страшно читать, как разрывали вот эту землю, где эти золотые остатки золотых, золотых зубов и прочее. И мне один поляк пишет, что мне стыдно за это. И я хочу сказать, что только тот народ, который может сказать, представители лучшего города, что мне стыдно за моих предков, как и мы гордимся, там, где они славны, и так мы стыдимся ими. И я хочу сказать, здесь дело не в поляках. Я разговаривал со многими нашими молдаванами, со стариками. Они говорят, Виктор Иванович, одни прятали еврейских детей, а другие палками забивали детей и родителей, чтобы пограбить имущество. И такое было. И это страшная правда. А теперь, когда слушаешь, вот показывают различные, вот принято ГУЛАГ и все, а фотографии-то почему-то, истребленки, а фотографии почему-то, из немецких и польских концлагерей. Вот мне кажется, что вот цены нету вот таким вот книгам, потому что не будет в человечестве совесть, независимо от того, какой ты нации, ты должен знать, что было с твоими предками и предками твоих друзей и знакомых. Скажи, пожалуйста, как вы решились издать эту книгу, инициатива, откуда она исходила? Инициатива исходила от польской организации, которая называется «Никогда больше». Внимание, сами поляки решились на издание книги, где правда об их же соотечественных. И, кстати, книга была, она вышла и на польском языке, потом она вышла в Америке, потому что Гросс, он профессор, он давно уже живет в Америке. На русский язык ее с польского варианта тоже наш коллега Леонид Масионжик, который живет... А, Леонид Масионжник. Да, сотрудник высшей антропологической школы. Автор нескольких книг по антропологии, по культуре, по цивилизации. Он переводил эту книжку с польского языка. Почему мы решили ее издать? Потому что в Польше, с одной стороны, там вроде уже есть обнадеживающие процессы, то есть, два польских президента признали вот эти акты Холокоста и участие польского населения во время войны в убийстве евреев. Это было первое выступление польского президента. А другой польский президент выступил и признал, что и даже после войны те евреи, которые остались живыми, они их еще добивали, чтобы они завладели их имуществом, и землей, не хотели отдавать и просто их убивали, чтобы нет человека, нет проблемы, как говорится. То есть, поляки, с одной стороны, у них это большой акт мужества, и в этом плане они показали пример всем восточноевропейским странам. В том числе и нашим. И нашим, да. Но сейчас, к сожалению, там пришла опять новая партия вот такая крайних националистов, и они, значит, завели уголовное дело вот на Яна Томаша Гросса, что он оскорбил достоинства, значит, поляков, там, его в прокуратуру вызывали. То есть, они считают, что достоинство, это когда мы умалчиваем о грехах. Ну, да, достоинство, это когда мы все, все закрыто, мы герои, невинные жертвы, русские там виноваты, во всем, то есть, русские там во всем виноваты, мы не виноваты ни в чем, так сказать. Вот, это позиция вот этой партии, это национальная гордость, они так ее понимают. Вот, и мы решили его морально поддержать, вот, эта книжка вышла, так сказать, без... И присоединяешь своих поляков же. Ну, честь и хвала тем людям. но это была инициатива этой организации, они предложили. Прекрасно. Вот, но я хочу сказать, что эта книжка вышла без всякой финансовой поддержки, и я хочу подчеркнуть, без финансовой поддержки еврейских организаций города Кишинева. Вот, это тоже... Которые сам Господь Бог велел поучаствовать. Это самое, ну, в общем, это их проблема, короче. Вот, мы эту книжку издали, слава Богу. И... Слушай, тебе не кажется, вот, случай со Стурзой, который, вот, своего предка не хотел, вот, участвовать в издании и так далее, у этих людей, наверное, тоже что-то с памятью? Что-то, что-то, что-то стало. Что-то с этим намерем? Я, вот, я этим поражаюсь, потому что, как раз, сила еврейского народа заключается именно в солидарности, в поддержке и так далее. В веках было так. А в данном случае мы ее не видели. Вот. И тут очень важно, еще в этой книжке есть несколько приложений, там выступления авторов из Америки, из России. Вот. И есть статья нашего замечательного земляка Алексея Тулбуря, который как раз описывает случаи, вот. То есть, Польша совсем не уникальна в этом отношении, потому что Виктор Иванович говорил, значит, после войны... так я же говорил, у нас это было, и было на Украине, где-то только не было. В Литве и так далее. А в Литве что творилось? В Латвии, в Литве. И как раз Алексей Тулбурь, он... То есть, часть населения поддерживала, скажем, способствовала геноциду. Вот Алексей, он как раз собрал материалы... И Тулбурь, мужественный человек, собрал, написал. Какие потом, после этой статьи, там она была вывешена в интернете, какие он там комментарии получал, понимаете, что он... Чуть ли не предатель. Да, вообще. Значит, что он как раз скрыл важную вот проблему, которая не проработана, к сожалению. Скажем так, одни благодарили, другие обливали грязи. Обливали, в общем, ужасно. И это говорит о том, что... Алексей Тулбурь, ты нас слышишь? Ты мужественный человек, честь тебе и хвала. Что у нас в Молдавии еще проработка вот этого прошлого, она впереди, это очень важно, хотя, конечно, исследователи уже эту тему понимают. Я хочу подчеркнуть, что вот в этой истории тут важно не то, что там убивали евреев, моих соплеменников, я хочу сказать, что люди убивали людей. То есть, это самое страшное происходило... То есть, это пример, как быстро происходит расчеловечивание. То есть... Как быстро расчеловечивание скотину превращается. Если он чувствует безнаказанность, если он хочет поживиться, он... Кого они убивали? Они убивали своих соседей, с которыми они всю жизнь жили вместе. Это самое... И в основном имущество пограбили... Ну, конечно, то есть, там вот есть описание румынской, причем, жандармерии, когда этих евреев гнали, значит, в Трансдистрию, на тот берег Днестра. Значит, молдаване договаривали жандарми, видели, кто побогаче одет, значит, те им их выдавали, они их убивали и грабили. То есть, грабеж, это был главный мотив. То есть, там не какие-то высокие материи, так сказать, Типа антисемитизма. Да, да. Нет, нет, это просто был элементарный грабеж. То есть, это показывает, вот как эта тема опасна. Вот недавно в Литве, помните, был скандал литовским автором... Женщина, по-моему, да. Она там тоже... Исследование. И она вот своим выступлением сказала, знаете, ведь дело не в том, что вот тогда это было... А в Литве страшное, что творилось? там было в 10 тысяч истреблено. Вот, значит, она говорит, что я вижу в автобусе человек, я вижу, вот он будет убивать, если там будет... Сейчас евреев нету. Скажем так, найдет... Современный, она говорит, что она видит в автобусе, вот так, сканируя людей, среди современных, тот, кто будет убивать из-за денег, из-за каких-то коррестных... Когда он почувствует, что ему за это ничего не будет, он начнет. Я думаю, что в Молдавии у нас будет то же самое, и это будет не евреи, а кто-то другие, но это не важно, кто. Главное, что вот этот механизм, если он... Обесчеловечивание. Да, я бы называл это расчеловечивание. это может повториться при каких-то похожих ситуациях и в будущем. К сожалению, поэтому книжка это очень важно, она поднимает эту тему. И мне кажется, важность вот таких... Вот многие говорят, Виктор Иванович, что вы там носите с этим Холокостом? Вы сам не еврей, вам-то какое дело? Для меня большое дело, потому что мои соотечественники, многие участвовали в этих мерзостях. Ну, очень многие, я знаю, и спасали детей, и вот я говорил с покойным дядей и Болодей, много мне, что бы он рассказывал. То есть разными были люди в минуту, вот такие, в эти критические минуты истории. Одни оставались людьми, другие становились герои, а третьи становились скотом, убийцами и грабителями. И вот я в связи с этим что хочу сказать? Почему я считаю, что такие книги важны? Для того, чтобы человек не свалился в это скотство, ему нужен какой-то иммунитет. А иммунитет появляется при чтении книги. Не просто фильм посмотрел и пожевал, что-то переключил канал. А когда ты почитал книгу и задумался, и сказал, а может и во мне очень много от этого скота, искотства, а может во мне много вот этой мерзости. И задумавшись только об этом, человек получает дозу иммунитета. Между прочим, на чем иммунный ответ построен? Сначала ты должен ознакомиться с проблемой. Переболеть, и все врачи говорят, мы когда читаем справочник по болезням, нам всем кажется, что мы этим больны. Но вот, как бы переработав это все, в духовном смысле, конечно, у нас появляется иммунитет. И вот поэтому, Сергей, я очень тебе благодарен за издание этой книги. Эта книга меня подросла, я ее проглотил за одну ночь и заснул только под утро, когда запели первые петухи. Спасибо. Спасибо. Итак, у нас остается немного минут для окончания нашей передачи. Что бы ты хотел, Сергей, сказать нашим соотечественникам? Наблюдая за всем, что происходит, как ты видишь развитие событий, видны ли эти следы очеловечивания людей? Потому что обычно говорят, когда наступают какие-то тяжелые времена, и человек начинает задумываться, начинает взвешивать, начинает лучше понимать не только бежать, не только бежать внутрь или наружу себя. Человек начинает задумываться. Как ты считаешь, вот этот творческий, вот этот необходимый человеку, чтобы оставаться человеком и пребывать человеком, процесс. Вот как твое мнение, он происходит, не происходит, это как ты видишь? К сожалению, если говорить об общих тенденциях, то, конечно, у нас ситуация очень тяжелая, и я считаю, почему она тяжелая, потому что у нас люди очень приземлены. Они погружены в заботу о хлебе насущном, и у нас еще все политологи. Все обсуждают политику, внимательно следят. Причем политика у них как шоу. Да, да. Шоу. Это не задумывается часто, где причины, поиск ранних. То есть, их мышление зациклено на политике, и я считаю, что это тупиковый путь. Почему? Потому что выйти из этого тупика, в котором находится наша страна уже длительный период времени, возможно только на путях культуры. И я в этом плане хотел бы как раз показать, когда говорят, а как, если у нас нет денег, какая же может быть культура? Вот я несколько лет назад был дважды в Таджикистане. Там уровень жизни намного ниже, чем в Молдавии. Значит, там я не видел ни одного мола, ни одного, значит, таких вот торговых центров, которые есть в Кишневе, но я там видел, там построена новая библиотека, построен, значит, новый роскошный парк в Средней Азии, с фонтанами. И с памятниками своих мыслителей. Там прямо, так сказать, вот такая аллея фонтанов. Кстати, главный улицик называется улица Рудаки, это великий персидский поэт. И мыслители. Построен новый музей, реконструирован старый театр оперы и балета и так далее. То есть, вот понимаете, что эти люди живут культурной жизнью и это поразительно в каком смысле? При всей бедности. Да, да, это при бедности, да. И у них что поразительно? Значит, я не поверил, пока мне это не показали на улице. Говорят, что у нас все знают, значит, там какой-то, у каждого есть свой набор Амара Хаяма. Значит, его этих вот четверостишей. И пока, я не поверил, пока он... Одну секунду, чтобы наш телезритель не сказали, вот этот таджик, а при чем Амар Хаям. Дело в том, что ирано-таджикский язык это родственный прядок у них один. Персидский язык у них называется. Чтобы люди знали. Он не называется таджикский язык, он персидский называется. Фарси персидский, таджики на нем, собственно, говорят. И он при мне остановил там человека, первого попавшегося на улице, попросил его прочесть на несколько, значит, этих рубаи, значит, и что тот с удовольствием продемонстрировал. То есть, это говорит о том, что вот... Живое. Что люди живут культурой, они эту культуру ценят и эта культура их объединяет и там уже, я могу сказать, что при всей сегодняшней бедности, там огромные инфраструктурные проекты, там пробит туннель, который не был в советское время пробит, значит, в Памир. Там же зимой в Памир нельзя было ничего завести. Сейчас там пробит туннель, туда идет снабжение, пробит туннель в Китай, у них идет сейчас бурная торговля с Китаем и так далее. То есть, я хочу сказать, что если культура, на основе культуры начинается рост. У нас, к сожалению, пока, ну вот, я могу только один пример привести, библиотеку Марка Блока, где проводится, значит, постоянно лекция о культуре, это хороший признак, но хотелось, чтобы другие за это тоже, так сказать, подключились к этому. Ну что, я считаю, что в этом плане Марк Качук делает огромное дело со своей библиотекой и я думаю, что независимо там от каких-то политических, поветрий, сквозняков, флюсов и так далее, все люди, которые в этой стране что-то допредставляют, они все-таки все основывают свои мысли, свои действия на понятии культура. Без культуры никак. Большое спасибо. С нами был Сергей Эрлих, человек, который очень много сделал для того, чтобы наша культура, российская культура, польская культура, еврейская культура и другие культуры нашли общую площадку. Эта площадка называется книга. Что могу сказать в завершение этой программы? Я очень рад, что такие люди есть в нашей стране и такие люди есть в соседних с нами странах. Спасибо вам за внимание и хотелось бы под конец этой передачи вспомнить замечательный эпиграф замечательного поэта Северного Кавказа, дагестанского поэта Расула Гамзатова. У него есть вот такой замечательный эпиграф Абуталиб сказал кто стреляет в прошлое из пистолета в то в будущее выстрелит из пушки. С вами был я, вечно любящий вас Виктор Иванович Порщевич. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok